коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня я хотел бы рассказать свою точку зрения о таком ключевом навыке для трейдера как терпение всего я считаю что основополагающих таких моментов для профитности на дистанции их всего два это терпение и дисциплина дисциплины все понятно мы должны выполнять свои собственные правила своего торгового алгоритма своей торговой стратегии системы кому как больше нравится да то есть свод каких-то ограничений которых мы придерживаемся при торговле будь то риски либо какие-то формирования до точек входа то есть выполнение ряда условий для входа но наверное высшую ступень вот этого педестала важности занимает именно терпение все хотят продавать на максимумах покупать на минимумах и никак иначе то есть ситуация на рынке складывается масса до возможности особенно когда мы делаем бэк тесты или смотрим графики на истории то есть мы видим множество возможных точек входа при тех или иных обстоятельствах да будь то полет какой-то очень серьезный да там на криптовалюте не редки нередки такие ситуации когда монетки там летают по 50 по 70 процентов в день и это кавычках нормально так вот что было да да была ли там точка входа и если да то какие факторы были перед этим я очень люблю торговать на контр тренд монетки которые сильно подскакивают особенно когда вот как сейчас рынок не в целом конечно поводы льда bitcoin никуда не идет альткоины нет нет да постреливают после этого если я не вижу продолжение то есть я жду пока инструмент успокоится спадет волатильность и сформируется точка входа с коротким интердей стопом для того чтобы взяв относительно небольшое движение по процентам заработать достаточно рисков до стоп лоссов сейчас разберем два примерчика с монетками оба варианта примерно одинаковые то есть логика 1 значит первая ситуация это монетка матик вот этот вот полет выстрел до паранормальный бар и следующим днем мы идем на такой глубокий довольно таки откат на следующий день то есть после отката когда мы закрыли вот этот день относительно далековато от уровня нужно поближе закрываться вниз и тогда смотреть на продолжение то есть вот в этот день мы шорт не смотрим ждем следующий день то есть опять таки проявляем терпение и формирование понятной точки входа уровень 077 22 с вечера делал домашку с утра картиночка немножко поменял здесь образовался ложный пробой и закрылись мы над уровнем но суть дела не меняет это наоборот даже плюс так как у нас есть ложный пробой и мы должны ехать на перехать должны в кавычках до после движения отката мы ожидаем в нормальным трендом движение инструмента ухода на перехать как было здесь то есть третьего движения такие структурные когда у нас хай выше хая относительно именно трендового движения да и половая также идет повышение но после этого отката инструмент не пошел на перехать и здесь было да вот этот глубокий откат после этого не поехали дальше то есть вот это вот это было с вечера ночью и на следующий день инструмент у нас пошел обратно в предпробойную плоскость какое-то совершил движение это нас не интересует мы ждем точку входа есть уровень есть понятная трактовка ситуации и мы ждем точку входа и никак иначе подошли обратно к уровню без отскока да здесь тоже есть небольшие хвостики ложных пробоев инструмент обратно не отваливается и начинают закруглять вход с очень коротеньким стопом и потенциал в этом движении 9 к 1 то есть маленький стоп интродей сделочка получается там где-то в час дня по москве и движение с потенциалом 9 к 1 и вторая ситуация аналогичная но локальный таймфрейм монетка арб снизу тоже здесь подошли через ложный пробой и выстрел то есть консервативной точки входа нет узкими торговочке нет поджать и локального данная 5 минутки нет поэтому это движение пропускаем так как нет но я пропускаю да нет консервативной точки входа на обратное движение все то же самое очень глубокий откат по сути дела к месту откуда был последний вот этот выстрел кульминация да так называемая и после этого инструмент опять не идет на переходе то есть вот это движение коррекционная и вот это все на что хватило сил и далее опять подход остановка уровень цена видит и движение точно также затухание волатильности перед уровнем единственное хотелось бы конечно еще поменьше но и так в принципе стопик укладывается в расчетный даже чуть меньше поэтому можно было заходить обращаю внимание что вот это движение всего четыре к одному то есть если бы стопик был покороче была бы возможность забирать больше рисков но регулируя объем позиции для участия в сделке можно соблюдать риск и забирать движение цели ну так как входа intraday я сильно далеко таки не тяну какие-то локальные вот эти вот перебитые хвостики на них можно ориентироваться ну и вишенкой на торте возврат к тому месту откуда было инициировано движение будет неплохой целью который можно забирать как в intraday вход так и если мы где-то несколько дней идем 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 и где-то там наверху у нас формируется понятная контр трендовая точка входа то можно пробовать заходить с intraday стопом частично там возможно крыться там 456 к одному и стопик переносить в безубыток и стараться держать на движение подальше я в основном использую фиксированные тайки поэтому если есть возможность конечно нет не против по сопровождать позицию но чаще это все-таки фиксированные какие-то коды самое главное самое важное опять-таки проявить терпением то есть все хотят вот здесь продать и вот здесь вот закрытия на продажу и выселить все движение либо здесь купить наоборот и здесь закрыть продажу то есть вот забрать все движение целиком задача не забирать все движение целиком задача дожидаться понятной точки входа с коротким стопом и относительно всей продолжительности движения мы забираем чаще лишь малую часть но мы понимаем где можно сходить и где можно ожидать в данном случае импульсное движение было он на матику тоже неплохо движение с небольшим откатом а дальше вниз потенциал девять к нам у меня там и 2 по внутри 3 закрылась позиция так как держал тейк пониже то есть небольшая цель и относительно небольшого движения достаточно для того чтобы забирать свои заветные три к одному либо чуть более чтобы покрыть комиссионные расходы вот на сегодня пожалуй все проявите терпение при ожидании точки входа это главный вывод который я надеюсь вы сделаете запишите себе на листочке пусть это будет перед глазами как бы это банально не звучало но подглядывая мы тем самым даем какие-то там установки на подсознательном уровне и будем ждать и не прыгать по движению да бесспорно есть сделки там с ретестов пробитых уровней где очень часто происходят неглубокие ложные пробои либо в касание и инструмент разворачивается и быстро улетает а мне нужно думать думать нужно да здесь мы видим торговую ситуацию и принимаем торговое решение выполнение ряда условий и решение о входе либо пропуске года да то есть опять-таки терпение условия и когда нужно действовать думать уже не надо нужно стремиться избегать ситуации когда мы оказываемся в ролик ролика смотрящего на удава когда вот инструмент идет и вот она точка входа мы сидим и начинаем раздумывать а все ли условия здесь выполняются то есть это должно быть максимально быстро и дождем точку входа здесь можно думать и рассуждать когда точка входа сформирована и мы терпели и ждали вот здесь нужно действовать решительно и уверенно если выполняются условия и будет профит на всем удачи пока пока удачи удачи